Люди в невежестве добываются успеха просто силой, грубой силой. Они просто захватывают свою судьбу. Люди в страсти добываются трудом всего. Люди в благости добиваются счастья с помощью отношений и любви. Чем отличается жизнь благости? Кто такой человек благости? Человек благости — это тот, который считает, что истина в человеке превыше всего, в любом человеке. Каждый человек имеет в сердце доброту, каждый человек имеет в сердце чистоту, каждый человек имеет в сердце любовь. Это неотъемлемые качества души. У души 26 лепестков. Это решимость, твердость, смирение, сострадание, чистота, доброта, целеустремленность, правдивость и так далее. Это качество души. Они у всех есть. Просто один человек ближе к пониманию себя душой, а другой дальше от этого понимания. То есть, другими словами, одному хватает знания о том, что такое настоящее счастье, а другому не хватает. Вот и вся разница. То есть, нет плохих и хороших людей. Есть просто развитые и менее развитые. Или недоразвитые. Семья в страсти не может жить долго, потому что люди друг другу рисоваться долго перед другом не смогут. Приходит время, и они видят, что у моего близкого человека есть какая-то тайная жизнь, которую я не знаю. Он тайно смотрит на других девушек, а может быть, с ними даже уже общается. Или у моей жены есть какие-то друзья, которых я не знаю. Потому что человек в страсти не может не иметь этой тайной жизни. Потому что ему же нужен успех. А в отношениях с женой не будет всё время на волне. Когда волна заканчивается с женой, где-то волна же должна начаться. Иначе тогда жизни нет у человека в страсти. Ему нужно всегда иметь успех. Должен быть счастлив. Он живёт для счастья. Для своего счастья. Если с женой нет счастья, тогда надо найти любовницу. Это философия в страсти. Есть такая философия. Психологи говорят, что с женой счастья нет, найди любовницу. Чего паришься? Будь счастлив. И жена будет счастлива. Если тебе будет легче, ей тоже легче будет. Они понимают, что есть помимо вот этого внешнего успеха, есть ещё совесть. Когда жена видит, что ты какой-то другой, и у тебя кто-то другой, наверное, есть, её совесть мучает. Она чувствует страдание от этого. Сердце. Потому что есть что-то выше просто того, что мне хорошо. Выше этого чувства что-то в жизни бывает. Итак, третья платформа — духовная платформа. Это опять же, ну, к этому надо стремиться. Не то, что раз ты вот на духовной платформе, а мой муж — нет. Понимаете, это не так. Духовная платформа означает, что человек способен увидеть другого человека, его чистоту, его глубину. «Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение». То есть надо учиться наполнять себя этой чистотой. Когда человек начинает изучать себя как душу, он обнаруживает несколько определённых закономерностей. Первая закономерность. Я не могу сам по себе быть чистым и возвышенным. Мне обязательно нужно это откуда-то брать. Первая закономерность — душа зависима по своей природе. Когда человек начинает чувствовать себя как душа, он также начинает видеть свою зависимость от страны, от веры, от своей, от идеологии, от всего. Ну, всё, что меня окружает, я от этого зависим. И это хорошо, это неплохо. Но больше всего надо в жизни зависеть от Бога. Допустим, если ты живёшь в какой-то стране и хочешь быть независимым от неё, ты принесёшь счастье этой стране или нет? Конечно, нет, ты будешь её разрушать. Это правительство мне не нравится свергнуть. Хорошо, свергли. Опять это новое не нравится. Ещё раз свергли. И так до бесконечности. Но если человек когда-нибудь остановился в этом своём поведении и просто говорит, будем жить с тем правительством, которое есть, это означает жизнь в благости. С этого момента начинается развитие. То же самое надо сказать. Буду жить с тем мужем, который есть, и с теми детьми, которые есть, и с тем преподавателем по математике, который у меня есть. И с теми продуктами, которые продаются в магазине, и с той работой, которая у меня есть. Слово «счастье» означает... Кстати, как по-украински? Вот по-русски сейчас переведу, а вы потом посмотрите, также по-украински переводится или нет. По-русски «счастье» означает жить сейчас. Сейчас — это сейчас. А «тье» означает существование. А по-украински? «Тья» — то же самое. «Счастье» или как? «Счастье»? Ну, я научусь когда-нибудь. Простите меня. Итак, существование сейчас означает принятие. «Время» — это основная сила, которая выталкивает душу из самоосознания. «Я» — это душа. Но когда я испытываю боль, в этот момент эта боль заставляет меня уйти или в прошлое из настоящего, и означает скорбеть. Скорб возникает у человека в жизни. Прошлое он уходит. От боли человек уходит в прошлое. А вот раньше люди жили лучше, чем мы. Мысли о прошлом означают невежество, невежественное существование. Или в будущее. То есть, когда человек со временем сталкивается с тяжёлым, он думает, вот придёт время, и мы будем счастливы. И начинает думать об этом, когда это время придёт. Но при этом он не живёт сейчас. Потому что жизнь сейчас означает принять то, что сейчас есть, как самое лучшее для моей судьбы. Самое лучшее сейчас. Когда человек, страна окупается в счастье, человеку не надо ничего принимать, потому что он и так живёт настоящим. Ему и так хорошо. Принимать ничего не надо. Но вот когда человек испытывает страдания, вот тогда его выталкивает в прошлое и будущее. А именно в это время и развивается душа. Именно в это время, когда приходит страдание, человек больше осознаёт, больше понимает себя как Личность, больше развивается в жизни. И это развитие может выйти за рамки этой жизни. Поверьте мне, что в нас нет этих рамок. Эти рамки просто означают ограниченность образования человека, восприятие себя как Личности. Эта жизнь обязательно закончится, и наступит следующее. И вы скажете, ну я тебя там не знаю у себя в этой следующей жизни, и не помню, как я могу об этом думать сейчас. Это просто ограниченность, и всё. Я вам говорю это, потому что я изучаю это на примере своей жизни. Расскажу вам события, которые произошли в результате молитвы где-то две недели назад. В моей жизни. Я спал ночью и видел длительный сон, в котором были конкретные, настоящие события моей жизни. Кто из вас вспоминал во сне события своей жизни? В это время есть сомнения, что это твоя жизнь или нет? Нет. Ты точно знаешь, что вот это всё события моей жизни. Я где-то несколько часов видел эти события, переживал их, думал о них, и потом вдруг я понял, что в этой жизни этих событий не было. Я судорожно начал вспоминать себя с детства и до сегодняшнего дня, и понял, что в этой жизни этих событий у меня не было, но это события моей жизни. Кого такое было? Поднимите руку. Видите? Не только я один такой. Но психиатры, которые присутствовали, скажут, ну так, понятно. Ну, вы можете так это воспринимать, я не против. Итак, когда я понял, что это моя жизнь, но не это, я также спросил у своей совести, вот здесь сердце, а я хочу также увидеть и будущее. Я увидел себя в будущей жизни. Не подробно, а просто. Увидел какие-то огромные дома с какими-то площадками для каких-то летательных аппаратов. Увидел, что это будет лет через 200. Увидел, что люди питаются искусственной пищей, и природы почти нет. Я, когда вот начал это всё смотреть, я потом сказал себе, я этого не хочу. Мне не нужна такая жизнь. Тогда, на следующий день, когда я начал молиться, я память о своей будущей жизни начал включать тот момент, когда я вдохновлялся молитвой. И в этот момент я увидел, что эта память о следующей жизни или контакт с ней начал таять. Другими словами, какое-то более светлое будущее начало нарисовываться в моей судьбе, чем то, которое мне положено сейчас. Другими словами, жизнь человека может переместиться в другой слой, в другое пространство. Даже уже сейчас, уже сейчас, прямо на этой земле, прямо в этом теле. Сейчас вам расскажу кое-что. В детстве я жил на девятом этаже, а один мой товарищ на пятом. И он был такой симпатичный, разумный мальчик, меня всегда к нему тянул. Он был младше меня на год. Мы с ним часто общались, играли. Но потом, когда я его встретил лет в сорок, я увидел перед собой деграданта со старым лицом, пьянчугу. И он, Олег, ты меня помнишь, мы с тобой играли. Я вошел в шок. Потому что я увидел другой слой жизни. Я увидел человека, который живет в другом слой жизни, под другой жизнью, совесть всем, другой судьбой. Я никак не мог предположить, что человек, с которым я дружил, может так опуститься. Имейте в виду, что вы можете сейчас так подняться в своей жизни, что то, что сейчас воспринимается вами как нормальная жизнь, будет восприниматься с ужасом, теми глазами, которыми будете смотреть с позиции знаний. И слой вашей жизни будет тоже другой. Вы будете общаться с очень возвышенными людьми, у которых будет больше совести в жизни, больше чистоты. У кого уже сейчас это происходит, это меняется в жизни. Значит, вы уже пошли этим путем. Потому что люди в невежестве, они деградируют, то есть у них теряется счастье в жизни. Люди в страсти, они находятся в статус-кво, они боятся что-то менять куда-то туда, сюда, им страшно. А люди в благости меняют свою жизнь. Благости — это те, кто пытаются увидеть себя как душу. Когда человек видит себя как душу, то его пища — это пища, которая освящена и приготовлена с молитвой. В чистом. Чистая пища, больше в которой духовность. Отношения с супругом для такого человека и отношения, основанные на совести, а не на сексе и не на взаимном притяжении. Это отношения, в которых есть чистота и глубина. друзья для такого человека, друзья для такого человека благости — это те, которые искренне хотят друг другу служить, а не те, которые просто в результате того, что у нас одинаковая работа, одинаковые желания, мы дружим, или одинаковый отдых, одинаковые интересы в жизни. Для благостного человека любовь означает служение, а не наслаждение. Для благостного человека жизнь означает озарение и познание, а не приобретение, как для страстного. Для благостного человека победа происходит в сердце, а не во внешней среде. Для благостного человека нет препятствий в жизни, потому что Он их преодолевает с помощью знания, которое также рождается в его сердце. Благостный человек знает, что он может увидеть своё счастье раньше, чем оно возникает, а страстный человек в это поверить не может, потому что для него это суеверие. Благостный человек чувствует измену и предательство, а страстный может это только узнать. Благостный человек может избавиться от предательства с помощью молитвы, А страстный человек может только с помощью угроз, насилия или как бы вразумления, ну какой-то тонкой, тонкого воздействия на человека, законов там и так далее. Таким образом, благостные люди живут в другом слое жизни, который более чист, светел и возвышен. Именно в этом слое и решаются вопросы личной жизни, потому что люди страсти не могут сохранить семью. Семья, несомненно, разваливается у тех, кто хочет в отношениях успеха, кто хочет личного счастья и успеха в отношениях, никогда не сохранит семью. Потому что семья сохраняется тогда, когда человек в своей жизни совершает сердечный подвиг ради близкого человека. Вот тогда она сохраняется. А это уже не просто успешная жизнь. Это жизнь, в которой человек включает свои отношения со святостью и с Богом. Сразу возникает вопрос, в какой вере? В вашей вере. Вашей. Ничего не меняет. Вашей вере. Могу 50 раз повторить, чтобы вы не сомневались. Сомнения всегда возникают. Спасибо. 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 Продолжение следует.